Всем привет! Продолжаем наше знакомство с историей религии. Мы говорим о ветхозаветной религии. И в прошлый раз мы закончили на моменте обретения финикийской письменности израильским народам и в начале складывания религии вообще, отметив интересный момент, что ни о каком политеизме в раннюю историю еврейского народа говорить вообще не приходится. По-хорошему говоря, в это время не приходится говорить даже о монолатрии, то есть том, когда есть один главный бог, при том, что существование всех остальных божеств не отрицается. Итак, мы дошли до создания нормальных сначала родоплеменных, потом уже племенных пантеонов. И вот теперь племена, которые уже успели обрести письменность, соединиться в первые союзы племён, наконец начинают складывать первое государство. Или, возможно, первые ранние государства. И не поняв хотя бы вкратце, как эти государства выглядели, что они из себя представляли, невозможно вообще говорить о формировании следующего уровня ветхозаветной религии. Как мы знаем, как вообще известно из реконструкции библейской традиции, первое иудейское царство сложилось в XI веке до нашей эры. И первым царём его был некто Саул. Саул стал царём только потому, как говорит нам Библия, только потому, что был очень благочестивым, во всём слушался пророка Сауила. Но благочестивым он был недолго. Как-то раз покорённых адамитян, он не вырезал под корень, как этого требовал, добрый наш бог Яхве. Вырезал не всех, более того, вырезал не весь скот. Скот признал военным трофеем, царя адамитянского не убил. Короче говоря, совершил большой грех. Естественно, что такого царя долго терпеть невозможно. И постепенно, его удача пошла на убыль. Его сменил юный Давид, который убил в сражении из прощи филистимлянского богатыря Голиафа. Все эту историю, я уверен, слышали. И вот именно он после смерти Саула стал следующим царём иудейским. Столица, естественно, находилась в городе Израиле. Считает, что в это время до смерти Давида и у его наследника Соломона, великого царя Соломона, было единое мощное царство, которое покончило с господством в земле Хананской и филистимлян, и маовитян, и адамитян, и всех других, заняв лидирующее положение в данном регионе. Однако, подобная, прямо скажем, стройная схема, которая выстраивается при реконструкции библейских текстов, совершенно не бьётся с археологией. Если мы говорим о библейской традиции, мы знаем, что, хотя опять же, мы знаем при внимательном ознакомлении с данными текстами, что после смерти царя Соломона его сын Рваам довёл страну до такого состояния, что она была вынуждена разделиться из-за слишком тиранических его устремлений. Образовалось у нас северное израильское царство и юрное иудейское царство, при том, что в Иудее на юге господствовало, как мы уже можем понять из названия, колено Иудова, и, возможно, ему помогала колено, род Вениаминов. Но, опять же, из археологии этого совершенно не следует, потому что, если мы говорим о так называемом золотом веке иудейского царства, о первых трёх царях, это вторая половина, конец XI века, первая половина X века, то, во-первых, все более-менее крупные каменные постройки, которые имеют место и в Мегидо, и в Хебре, и в самом Иерусалиме, и которые относятся к временам Соломона, на самом деле гораздо более поздние, то есть они, видимо, не ранее IX века. Кроме того, сам Иерусалим, если мы говорим о рубеже X-XI веков, это была такая деревенька, которая занимала, хорошо, если 12 гектаров. По крайней мере, археологический план даёт нам примерно такую площадь – 12 гектаров, в то время как в то же самое время филистимлянский город Геф на границе с Иудеей занимал 50 гектаров, это был не самый главный филистимлянский город, он был в четыре с чем-то раза больше, чем столица Израиля и Иерусалима. Скорее всего, библейские тексты дают нам несколько упрощённую, идеализированную модель, которая виделась через много веков после описываемых событий, тогда, когда эти тексты начали составляться, и в лучшем случае мы имеем с самого начала не единое царство, а как минимум два разрозненных царства, причём царство – это вполне условное название, скорее всего, это были более-менее устойчивые племенные союзы, которые уже впоследствии путём различных политических комбинаций, развития общественно-экономических сил, развития промышленности, сельского хозяйства соединились в нечто единое. В ранний период вряд ли можно об этом говорить, по крайней мере, никаких объективных, точно трактуемых археологических данных об этом у нас нет, мы не имеем права доверять на 100% не документальному, а нарративному, т.е. повествовательному источнику Библии. Это просто неправильно и антинаучно. Но, тем не менее, если мы обозначим два этих больших кластера – Северное Израильское царство и Иудейское царство – то мы в общем и целом, да, упрощённо, да, в виде модели, но поймём, как выглядели те самые ранние государства в период, о котором мы говорим. Считается по легенде, что именно в это время Соломон, заключив договор с свиникийским царём Хирамом, возвёл первый храм в Иерусалиме, разумеется, куда был помещён ковчег Завета, помещён он был в Святая Святых, так называемое. Считается, что храм – это было грандиозное сооружение, более 80 тысяч человек его строило одновременно. Часть поставляла лес из Ливана, потому что в Израиле, как мы знаем, с лесом, тем более с крупноразмерными кедровыми стволами, всё плохо, их там мало, а в Ливане, наоборот, такого рода леса есть. Кроме того, кедр – это драгоценная древесина, которая вполне годится для создания столь пафосного сооружения, каким являлся единственный иудейский храм. Часть людей поставляла кедр, часть занималась земельными работами, добывала камень, и вот в течение нескольких лет такое сооружение было построено. Мы, правда, не знаем, где оно. Скорее всего, его и не было. Скорее всего, это как раз легенда, потому что 80 тысяч человек – это концентрация усилий, которая была невозможна для страны, чья столица занимала 12 гектар. То есть, скорее всего, это легенда. Но, тем не менее, какой-то храм наверняка был, т.е. какое-то главное центральное святилище. В своё время славяне прошли ровно тот же самый путь, когда князь Владимир свёз всех башков, богов, идолов, идолищ поганых в Киев и поставил их в одном месте. Вот что-то такое, вот, примерно, видимо, в таком же режиме оно происходило в Иудее в это время. Но после смерти Соломона начались поражения, как я уже говорил, его сын Раваам, по легенде, опять же так считается, придавил царство своими непомерными тираническими амбициями и царство раскололось. Скорее всего, повторюсь, третий раз никакого раскола не было, изначально были разрозненные союзы племён. Но, тем не менее, традиция говорит нам именно об этом. А основное изменение в смысле религиозном происходило вполне понятное, потому что именно в это время родовые и племенные боги постепенно сменяются в сознании людей, по крайней мере, насколько мы это можем судить, постепенно сменяются они с божествами, которые связаны не с теми или иными родами, а в первую очередь с теми или иными местностями. Это, конечно, знак того, что люди перешли от кочевого-полукочевого образа жизни к строго осёдлому образу жизни, т.е. было категорически уже неважно, какого племени бог, точнее, это неважно делалось, конечно, постепенно, но оно к этому шло. Какого племени бог, важно какой местности бог, потому что люди всё равно здесь живут на постоянной основе, и более того, люди начинают перемешиваться, т.е. племя Беньямина, например, начинают заключать браки с коленом Иудовым, девушки уезжают в патриолокальные семьи, т.е. к родственникам жениха, и таким образом бог требуется уже не племенной, а локальный, потому что довольно трудно переносить для осёдлого сознания этих самых богов постоянно с собой. Более того, эти боги должны быть, по крайней мере, равнозначны, т.е. нельзя остаться без божественного покровителя, покинув собственное племя. Кроме того, остаются универсальные боги, которые соответствовали той или иной человеческой деятельности – бог скотоводства, бог земледелия, бог плодородия и т.д. или, по крайней мере, божество плодородия, не обязательно бог мужского пола. Как мы уже говорили, изначальные наиболее устойчивые божества, которые имели место в родах ещё, в родовом обществе – это родовые боги-основатели, т.е. Авраам, Сара, Иаков – это всё, напомню, скорее всего, были не люди, а, возможно, собирательный образ первоначального предка – не патриарха, но бога. Патриархами их сделали гораздо более потом, гораздо позже, при формировании развитого священного текста. В это время, скорее всего, это были именно не патриархи, а божества. Так вот, Иаков стал богом местности Бет-Эль, Авраам стал местным богом Хеброна и Сихема и т.д. Кстати говоря, легендарная могила Авраама и Сара до сих пор местными арабами почитается как священное место. Культ Яхвы в это время тоже, как и в более ранний период, вполне себе живёт и здравствует, и он в это время с огромным трудом вытесняет из обихода местных племён, местных родов многочисленные культы других богов, которые имели хождение между ними. Во-первых, продолжается поклонение местным ханаанским богам, господам, ваалам. Об этом мы говорили в прошлый раз, называя их. Им строятся и остаются в действии многочисленные жертвенники по священным рощам, по священным холмам. Кроме того, сам царь Соломон всячески потворствовал данному многобожию, потому что, как мы знаем, Соломон был страшный жена Люб, у него было 800 наложниц, как говорит нам библейская легенда, и чуть-чуть меньше жёны. Так вот, жёны эти далеко не все были из данной местности, он брал красивых девушек, откуда только мог дотянуться. Естественно, девчонки приносили с собой своих богов, чтобы можно было молиться и не пропасть окончательно на чужбине, а Соломон там всячески потворствовал и строил им всем храма, потому что считал, что уж раз такие широкие родственные связи, нельзя ссориться со всеми другими богами. И поддерживая хорошее отношение лично с Яхвы, нужно не забывать и всех остальных, поэтому Соломон молился множеству различных богов. Советский наш великий востоковед и исследователь библейских текстов, Никольский насчитывает на анализе синхронных текстов 53 имени божества в Израиле в это время, т.е. на рубеже XI-X веков, может, начале IX века, 53 имени бога, из которых 48 – это, собственно, божества, и ещё 8 злых духов, таких как Азазель, о котором мы уже говорили выше. Постепенно на первое место начинает вбиваться колено Иуды, которое обосновалось в Иерусалиме. Иерусалим – это удобнейшее место, там проходят замечательные торговые пути. Как мы знаем, крестовые походы шли ровно в ту же самую местность через 2000 лет. Именно за этим там было очень удобно торговать. Поэтому, так или иначе, Иуда, если не делается однозначно доминирующим, то постепенно приобретает главенствующее значение среди других колен Израилевых. И, естественно, божества, которые были характерны для пантеона племени Иуды, стали доминировать вместе с самим племенем, вместе с усилениями его политического, экономического, военного значения. Естественно, одним из моментов, характерных для иудейского пантеона, и именно пантеона племени Иуды, был культ Яхвы. Всё наложилось на то, что Северный союз племён, так называемое Израильское или Ефраимское царство, в 8 веке погибло, потому что его разгромил царь Ассирий Саргон II. Сначала Тиград Паласар, а потом и Саргон II, который полностью уничтожил Израильское царство и, как считается, пленил сам Израильский народ. Так что на несколько веков вообще десять колен Израильского царства пропадают, их судьба неизвестна, до сих пор имеются споры о так называемых пропавших десяти коленах. А Иудейское царство, которое тоже, между прочим, испытало на себе мощнейший удар ассирийских войск, остаётся в одиночестве в городе. И таким образом все северные израильские культы просто пропадают вместе с местным населением, которое оказалось перемещено или уничтожено ассирийцами. Ассирийцы, кстати говоря, были те ещё нацисты, были большие мастера геноцида. Конечно, не нужно думать, что весь Израиль был полностью зачищен от людей, ни в коем случае. Просто значение его упало настолько, что именно Иудейское царство стало доминировать в регионе. И вот именно из-за завоевания ассирийцами Иудея превратилась в некое единое царство. Видимо, повторюсь, это происходит не ранее, последние 720-х годов, то есть конца 8 века до н.э. И вот последние 200 лет, то есть 9, 8 век, 7 век, именно в это время начинают появляться первые письменные тексты, которые стали потом частично книгами Ветхого Завета, частично были утрачены. В 9-8 веке появляются самые главные книги, точнее не книги, а корпуса текстов, которые мы знаем теперь под условными названиями Яхвист и Элохист. Напомню, мы об этом говорили позапрошлый раз. Яхвист – это та часть Торы, та часть Пятикнижья, которая называет Верховное Божество странным именем Элохим. Почему странным, напомню, потому что Элохим – это множественное число от Эл, т.е. Бог, боги. Конечно, мы, наверное, никогда, по крайней мере, до нахождения каких-то новых текстов в виде папирусов Лии, клинописей Лии на глиняных табличках или на каменных стеллах, не узнаем точно, как именно выглядел Яхвист, как именно выглядел Элохист или сопутствующий им текст. Мы можем только предполагать на основании имеющихся достаточно скудных источников. Тем не менее, когда мы берём написанную на оригинальном языке Израиля Библию, даже когда мы берём причесанный, очень сильно отредактированный синодальный перевод, уже русский, прошедший массу переводческих итераций, мы сможем, выделив то место, где упоминается именно Яхве, собрать все эти упоминания вместе и составить единый, более-менее связанный текст. То же самое с отрывками об Элохиме. Т.е. у нас получается два повествования, которые синтетически слиты воедино. Понятно, что слиты воедино не могли быть, тем более настолько синтетически, когда до сих пор, спустя тысячелетия, человек даже без серьёзной подготовки сможет вычленить разные повествования в одном и том же тексте. Понятно, что изначально это были разные тексты, разные корпуса легенд, разные корпуса предания. И поэтому именно это позволяет нам говорить о том, что изначально были записаны некие книги, которые теперь только условно реконструируются под названием «Яхвист и Элохист». До сих пор мы не очень понимаем, что было раньше – Яхвист или Элохист. Никольский считал, что Яхвист – это более молодое произведение, потому что Яхва, так как Яхва – это доминирующий культ племени Иуды, а племя Иуды выдвинулось на первый план несколько позже. Образование иудейского царства вообще, а также разделение на иудейско-израильское царство и оставление племени Иуды в гордом одиночестве. Таким образом, Яхвист – это нечто более позднее по сравнению с Элохистом, тем более, что Элохист – это от имени элохиммы, то есть боги, то есть письменное отражение древнего политоистического состояния израильской религии, которое по определению было гораздо раньше, чем даже Яхвистская монолатрия племени Иуды. Но, однако, мы вряд ли сможем доподлинно доказать это. Потому что, повторюсь, все эти конструкции построены на очень, я бы сказал, смелом доверии тому предположению, что когда-то в самом деле было единое иудейское царство, которое потом развалилось и потом соединилось вновь. Мы не можем этого утверждать, поэтому, скорее всего, и Яхвист, и Элохист – это корпуса легенд, которые формировались почти синхронно или вообще синхронно. Что, кстати говоря, неудивительно, имея в виду, что феникийскую письменность заимствовали далеко не только в Иерусалиме, заимствовали её, видимо, сразу по всей стране, потому что богатую хозяйственную торговую деятельность нужно было обслуживать бухгалтерскими записями, где обычно сначала появляется письменность, буквально по всему побережью и по всем торговым путям на суше. Поэтому легенды стали записывать, скорее всего, синхронно или почти синхронно. Возможно, да, возможно, независимо друг от друга. Тут, конечно, весьма тонким моментом является сам Элохист, сам по себе, повторюсь, потому что слово боги – Элохим – это явное свидетельство того, что никакого единобожия вообще не имелось, и прямо в Библии самая первая строка книги Бытия нам сообщает, что «Боги сотворили небо и землю», потому что там написано слово «Элохим» – «Боги». Конечно, современный богослов нам скажет, что это уважительное обозначение, вроде как множественное число «вы», когда мы обращаемся к явно одному человеку, но мы ему говорим не «ты», а «вы», и поэтому вот такое уважительное «Боги», то есть «Элохим». Или же, что это более поздняя трансляция более древней текстовой традиции, которая так обозначала единственное число «Бога». Но, однако, это не выдерживает практически никакой критики, потому что, скорее всего, это именно отражение очень древней традиции политеизма. Кстати говоря, сейчас мы вполне можем сказать, что у нас тоже имеется в православии некий Элохим, потому что у нас же правит троица, то есть три бога, которые считаются эманациями единого, то есть «Бог-Сын», «Бог-Отец», «Бог-Святой Дух», которые все трое вместе. Но, однако, буквально один шаг нужен для того, чтобы сказать, нет, а, собственно, почему вы считаете, что это именно так правильно? И мы получим современный Элохист. В этом нет ничего невозможного. Появление Яхвиста и Элохиста – это, конечно, результат действия определенных общественно-политических причин, да и социально-экономических в том числе. Возникло государство, которое стало закреплять классовую структуру общества. Естественно, класс рабовладельцев, класс рабов и серьезнейший подкласс рабовладельцев – это, собственно, жречество. В том или ином виде, неважно. Конечно, религия, как единственный и самый главный идеологический аппарат своего времени, получил конкретную задачу – обосновать так или иначе существующую позицию. Потому что, как мы знаем, не бывает религии, которая не выступает отражением современной экономической ситуации. Именно тогда появляется, например, такое устойчивое выражение, как «раб божий», которое имеет место у нас в лексике до сих пор, про которое придумывают самые разные неимоверные объяснения. Но, однако, раб божий – это был именно раб, потому что у нас господь Яхве считался верховным господином, соответственно, все были его рабами в прямом смысле. Не нужно придумывать тут ничего особенного. Да, это было вполне конкретная форма рабства – восточного, патриархального. Это не римское рабство. А вот когда у нас религия доживёт до Римской империи, раб божий будет обозначать тоже раба, но уже вполне конкретного – римского раба. И когда мы говорим «раб божий», всегда нужно понимать, в каком временном хронологическом контексте данное слово мы употребляем, данное словосочетание мы употребляем. Конечно, в первую очередь религия должна была обосновать, это её имманентное свойство – обосновать существование паразитической прослойки жречества, которое не занималось вообще каким-либо общественно полезным трудом, кроме, наверное, формирования легитимности правящего класса для духовно-морального подавления рабского большинства, а также крестьянского, кстати говоря, что важно, большинства свободных крестьян. Естественно, всё это накладывалось на крайне благодатную почву, потому что никуда не делись древние пережитки первобытных религий, которые так или иначе должны были осмыслять бессилие человека перед силами, перед мощью природных явлений. А тут у нас к природным явлениям добавились тоже до середины XIX века практически непознаваемые, почти природные, почти стихийные моменты жизни общества, потому что общественные законы как таковые тогда не осознавались. И осознаваться, повторюсь, в полном смысле стали только в середине XIX века. Поэтому религия получила вполне конкретную и очень благодатную точку приложения. Человек был бессилен, в том числе интеллектуально, перед стихийными силами общества, о которых тоже требовалось объяснять и некоторым образом обожествлять, что и было сделано. Так вот, текст Элухиста и текст Яхвиста были соединены вместе, таким образом выступая основой повествования первых книг Библии. Соединение само произошло, прямо скажем, неуклюже. Мы уже об этом говорили, можно вычленить до сих пор разность текстов. У нас нет единого связанного повествования. Мы видим два параллельных рассказа, которые соединены механически, так что видны все их так называемые, в кавычках, швы, которые их связуют. Например, чтобы не быть голословным, вот легенда о том, как братья продали своего единоутробного Иосифа в рабство. Такие были у них милые обычаи тогда. Вот за нас этот рассказ разложил на составляющие советский исследователь Ранович в очерке истории древней еврейской религии. Яхвист нам говорит так. Прежде нежели он, то есть Иосиф, приблизился к ним, они стали умышлять против него, чтобы убить его. И услышался Ерувим, и избавил его от рук их, сказав, не убьем его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, и сели оде есть хлеб. И взглянув, увидели, что вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут с терак, субальзам и ладан. Идут они отвезти это все в Египет. И сказал Иуда братьям своим, что польза будет, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его. Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши-то не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. И братья его послушались. И продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников. Вот вообще сам по себе отличный текст. А вот, что там говорит Элохист. И увидели, они его издали. И сказали друг другу, вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов. И сказал им Ровим, не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук и возвратить его к отцу его. И взяли его, и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И когда проходили купцы, мадиамские вытащили Иосифа изо рва и отвели Иосифа в Египет. То есть, как мы видим, это два законченных, вполне нормальных повествования, которые отличненько могут существовать друг без друга, но в Библии они соединены так, что отдельные фразы одного источника перемежают с отдельными фразами из другого источника. А всё вместе это стихи 18-28 в 37-й книге Бытия. Поэтому можно самостоятельно сделать даже некий эксперимент. Залезть в Библию и попытаться вычленить один текст и другой текст. Такие параллельные повествования, они существуют во всех первых пяти, а по факту шести книгах Ветхого Завета и встречаются очень часто. Кроме этого можно вспомнить, например, историю Потопа и историю сотворения мира. Особенно, конечно, в истории сотворения мира нам очень ярко видно, как соединены вместе Яхвист и Элохист. И вот до Вавилонского плена, то есть, возможно, в конце 8-го века, в начале 7-го века появились сборники книг законодательного характера. Хотя, когда мы говорим «сборники книг законодательного характера», мы сразу представляем из себя некий сборник юридических уложений, которые ничего, кроме юриспруденции, под собой не имеют. Нет, это всегда религиозные тексты в это время. Не бывает сборника законов, который не был бы освящен богом или богами. Поэтому все они имеют очень важное и религиозное в том числе значение. Надо сказать, что помимо юридических норм, ими регулировались, естественно, некие моральные нормы, а также имелись инструкции, вполне конкретные, богослужебного характера. Например, некоторые отрывки из них мы можем подчеркнуть из книги «Левит». Кстати, отличная совершенно книга. «Левит» – это богослужебный чин иудейской религии. Книга отличная, потому что, когда, например, мы читаем о Моисеевом законе, который он обрёл на скрижалях, лично разговаривая с богом на горе, то мы имеем буквально несколько по этому поводу абзацев. Вот конкретно сам закон – это довольно короткое, очень лапидарное повествование. Но когда мы говорим о том, сколько нужно приносить в жертву скота богу, как именно нужно приносить скот в жертву богу, как должна выглядеть скиния, т.е. шатёр, где хранится Ковчег Завета, и как, в конце концов, должен выглядеть сам Ковчег Завета – это глава за главой. Т.е. вот это было конкретно важно. Если мы поделим размер текста на составляющие, мы поймём, во сколько раз важнее были чисто хозяйственные моменты внешнего проявления религии. Хотя, повторюсь, всё это было скомпилировано в куда более позднее время, чем то, о котором мы говорим. Итак, в книге Левит у нас имеется, собственно, Завет, книга «Договора» в главах 21 и 29, и вот в 621 году, т.е. в конце VII века, это блестяще и исчерпывающе доказал Деветте, исследователь, о котором мы говорили, говоря об историографии исследования библейских текстов. С тех пор, кстати говоря, его не смогли опровергнуть, и новые исследования только лишь подтверждают данные выкладки. Так вот, как доказал Деветте, в 121 году была найдена, так сказать, книга «Второзаконие». Почему я говорю так сказать? Потому что, конечно, она была не найдена, а написана в это время и опубликована. «Второзаконие», которое мы имеем сейчас в Ветхом Завете, далеко не полностью соотносится с тем текстом, который, видимо, был найден в 621 году, потому что в дальнейшем текст его подвергся серьёзнейшей редактуре, и редактура была иногда очень глубокой. То есть, там были не только некие изменения, но ещё и дополнения, а возможно, и изъятия. Помимо перечисленных элементов, которые составили в дальнейшем так называемый Ветхий Завет, до Вавилонского плена появляется также несколько книг пророков, так называемые «ранние пророки». В данном случае, когда мы говорим о книгах ранних пророков, нужно сразу отметить, что датировка их условно вряд ли может считаться окончательной и точной. То есть, это в данном случае поле предположений. Да, они более-менее основательны, под каждым из них есть довольно серьёзная база, но мы не можем сказать, что вот да, это точно так. Что такое вообще пророки? Что такое пророчество? Мы немножко поговорили об этом в прошлый раз, но не успели поговорить о, собственно, книгах пророков. Так вот, пророчество – это была очень небезопасная профессия, очень небезопасное дело, очень ответственное дело. От этого напрямую зависела и политика, и сельскохозяйственные работы, и так далее. Ну а в книгах выжившие, так сказать, наиболее удачные пророки должны были зафиксировать для будущих потомков, для читающих прямо сейчас, довольно небольшой, но наиболее активной образованной группы общества, свою богоизбранность. И тогда они начинали пророчествовать, что, кстати говоря, весьма затрудняет датировку о прошлом. То есть, например, как если бы я сейчас в 2019 году написал, что в 1991 году советское царство развалится на 15-16 составляющих, а через 2000 лет нашли бы мой этот самый текст и сказали, как тонко чувствовал ваш этот пророк Жуков, наверное, он в самом деле с Богом общался, как он мог узнать, что в 1991 году развалится советское царство. Точно такие же примеры мы знаем и из библейских текстов. Кроме того, были и вполне конкретные пророчества, которые правильнее называть прогнозами, когда, исходя из вполне конкретных общественно-политических обстоятельств, умный человек, вполне осведомлённый, мог сделать логический вывод, что, скорее всего, это будет так. То есть, пророчествовать о завоевании Израиля Ассирией и Иудеей Вавилоном в последние годы VII века это, возможно, было несложно. То есть, все видели, что персы, прошу прощения, вавилоняне имеют конкретный зуб на данной земле. Сопротивляться им вряд ли получится, что помешает им атаковать и захватить данные земли. Да ничего, поэтому получите пророчество, нас ждут очень неприятные времена. Поэтому мы имеем и, собственно говоря, пророческие предсказания, то есть, сделанные загодя, до описываемых каких-либо событий, и пророчество ретроспективное, так называемое пророчество, когда в книге задним числом предсказывается что-то. Ну, у нас сейчас политики очень любят в телевизоре такое пророчество делать, когда говорят, что «а я вам ещё 20 лет назад говорил, что так и будет». Вот посмотрите, это очень часто на каждом восседании Государственной думы бывает. Доказать-то, кстати, невозможно, как правило, но все говорят, а вот тогда телевизора не было, поэтому записывали в книжках. В отношении книг пророков, надо сказать, что не очень большая часть их появилась во время, которое предшествует Вавилонскому плену. Так Ранович говорит, что к 8 веку нужно относить книги Осии, Амоса и часть книги пророка Исаии, которая в историографии называется «Перва Исаия», в отличие от «Второй Исаии», который был механически присоединён к «Первой Исаии» в более позднее время, а также книги Наума с Афонией Аввакума, которые относятся, а, и Михея, прошу прощения, и Михея, который относится к 7 столетию до н.э. Вот все остальные написаны или во время Вавилонского плена, или после него. Вот в 8 веке, очень интересно отметить, появились совершенно новые пророки, потому что если прежние пророки, это были чиновники, о которых мы говорили в прошлый раз, как раз те самые сильно рискующие, то есть, это должность, очень важная должность при царском дворе. Подобные придворные астрологи имели место ещё в 17 веке, при дворе императора Рудольфа, например, известного мистика в Праге. Вот, например, у царя Давида служили такие пророки, как Гад и Нафан. Но общественно-историческая обстановка в Иудее и Израиле в 8 веке была настолько непростой, настолько тревожной, что, вполне понятно, обострялись и классовые противоречия в том числе. И вот классовые противоречия выдвинули из своего недра и новый тип пророков. То есть, это люди, которые объясняли не царю, что происходит, а окружающим, что происходит, и зачастую выходили из самых низов. То есть, это то, что по-русски называется не самым благозвучным словом кликуши, юродивые. Подобные юродивые зачастую, возможно, из деклассированных элементов появлялись и в среде израильского иудейского христианства. То есть, экономический кризис израильского иудейского царства, помимо кризиса, вполне объективный процесс в ходе товарно-денежных отношений обезземеливания части крестьянства создавала, во-первых, обстановку тревожности, прямо скажем, неуверенности в завтрашнем дне, и появлялся целый класс, точнее, подкласс крестьян, которые были лишены земли, и, естественно, это накладывало некий отпечаток, в том числе и на психику окружающих. То есть, появление подобного рода народных пророков было делом времени, и, конечно, они появились. Ну, а на международном горизонте собирались тучи. Причём эти тучи были вполне объективно заметны. И, конечно же, народные пророки могли всегда, кстати говоря, с полным основанием, обвинить своих властителей, и в том числе своих жрецов, верховных пророков, этих самых чиновников от религии, при дворе в том, что они управляют государством неправильно, неблагочестиво, против божеских уложений, и за это им будет кара. И, кстати говоря, эта кара настигнет всех, которые находятся в данном царстве. То, что эта кара настигнет, было понятно, потому что, как мы уже говорили, описывая землю хананскую, Палестина находилась между мощнейшим молотом богатого и культурно развитого Египта, с одной стороны, а Сирией и Вавилоном, с другой стороны. Противостоять ими в прямом столкновении она ничего бы не смогла вообще. Но некоторое время нахождение на перекрёстке интересов позволяло евреям лавировать между интересами Египта, а Сирии и Вавилона. То есть, ни Ассирия, ни Египет, ни Вавилон какое-то время не могли решиться вторгнуться в эти земли, чтобы не вызвать войну с двумя другими соседями. Но, естественно, подобное неустойчивое равновесие имеет очень ограниченный ресурс. С IX века Ассирия начинает оказывать постоянное давление на соседние царства, на Ассирию и, естественно, на Израиль, которые перед её напором устоять не могли. К VIII веку Ассирия нанесла ряд чувствительных поражений Урарскому царству и стала продвигаться на юг в сторону Израиля, что, конечно, все знали и что нашло своё яркое отражение в выступлениях народных пророков. Первым из них был израильский пророк-пастух Амос. Он предсказал неизбежное нападение ассирийцев на Израиль, нарисовал жуткие картины о уничтожении этого Израиля, о том, как ассирийцы возьмут столицу Израиля Самарию, приведут её огню, все богатства выкрадут, а население перебьют или угонят в рабство. Естественно, Амос говорил, что весь корень бед находится в том, что израильтяне прежде всего правящая верхушка отошли от божеских уложений, что верхушка живёт в роскоши, нежатся в постели, как это написано, нежатся в постелях и слоновые кости, едят лучших овнов из стада, и телецов встучного пастбища, пастбища поют под звуки псалтырей, ну, как это переведено по-русски, гуслии. Псалтырь, кто не знает, это музыкальный инструмент. Пьют из чаши вино, мажутся наилучшими мазями и не болезнуют о бедствии Иосифа. Это книга пророка Амоса. Разоблачал жестокость, несправедливость, сильных мира сего, которые притесняют бедных, угнетают нищих, продают правого за серебро, а бедного за пару сандалей. Ну и, конечно, Амос не забывал упрекнуть народ в том, что народ, вот те самые угнетаемые низы угнетаются тоже не просто так, а это наказание за то, что они забывают правильно молиться Яхве, то есть забывают завет. Разоблачение Амоса заканчивается, кстати говоря, разоблачение, перемежаемое напрямую руганью, бранью и угрозами, заканчивается тем, что Яхве должен смилостивиться и истребить не весь дом Иакова, а часть, наиболее благочестивую, из плена таки вернуть, как ранее вернул якобы из египетского плена часть евреев. Все прочие пророчества позже Амоса или одновременно с ним сделанные примерно где-то находятся в данный конверт, идут по данной схеме. Они, кстати, довольно однообразны, там только художественные формы разные, а суть-то примерно одна, поэтому мы на них специально останавливаться не будем. Кроме, наверное, то, что пророчество более позднее, пророчество Исаии относится не к Израилю, а к Иудее, которое точно такой же конец предсказывает Иудеи, правда, уже не под ударами ассирийцев, как мы знаем, а вавилонян. Почему, кстати, книгу Исаии нельзя до конца полностью относить к периоду вавилонского плена? Сейчас принято в историографии выделять 39 первых её глав, которые были созданы до плена. Начиная с главы 40-й, говорится о событиях, которые происходили не менее чем через 200 лет после того, как были написаны основные главы книги. Там говорится о вавилонском плене, о возвращении части изгнанников из плена, о том, что из плена они вышли по приказу персидского царя Кира, но, однако, это всё 538 год, то есть 6 век. Таким образом, вот помимо 1 Исаии с 1 главы по 39 главу, есть ещё 2 Исаия и 3 Исаия, то есть это 3 разных произведения, сведённых в одно, видимо, уже после возвращения еврейского жречества в второй половине 6 века, уже из вавилонского пленения, после разгрома вавилона персами. Весьма тяжёлая историческая обстановка и не менее тяжёлая экономическая обстановка, когда творились первые книги пророков, естественным образом отразилась и в содержании этих книг. Там мы встретим яркую критику существующего положения, критику господствующих нравов, критику отхода от завета, и, можно сказать, многим из них характерен не просто критический, но и бунтарский тон. Многим кажется, что тут можно усмотреть некие революционные, ну, конечно, в кавычках, революционные мотивы. Мотивы классовые. Ну, конечно, нет. Это было большим упрощением. На самом деле, никакого классового сознания в это время в угнетённых массах и крестьянства, и рабства нет, да и быть не может. Они просто не осознавали себя как класс, поэтому это нельзя считать какими-то революционными программами. Да, конечно, впоследствии уже именно как революционными программами ими воспользовались во время реформации Лютера и позже. Как мы знаем, протестанты очень хорошо знали ветхозаветную риторику и самым широким образом её использовали. Но когда мы говорим о античных временах, серьёзно, конечно, рассуждать об этом не приходится, потому что нет вообще ни в одной из техник выступления против эксплуататорского строя, собственно против рабовладения есть, выступление против несправедливости, которое имеет место. Но не более того. То есть, чересчур жестокий рабовладелец – это плохо, а вот справедливый рабовладелец – это, наоборот, хорошо. То есть, выше этого бунт ранних пророков не поднимается. Ну, а следующий этап в развитии библейских книг – это, конечно, период, связанный с вавилонским пленением. Почему я не говорю об ассирийском пленении? Ну, просто потому, что израильское царство в данном случае не оставило для нас такого мощного, сохранившегося пласта текстов. То есть, да, конечно, он был. И да, конечно, он был включён сюда, как, например, «Элохист», если это в самом деле израильское наследие, а не иудейское наследие. Так вот, «Элохист» – часть других текстов, но всё-таки основной корпус происходит из дольше просуществовавшего, более богатого иудейского царства, и поэтому, да, и самая главная редактура-то, в конце концов, осуществлялась именно иудейскими жрецами. И поэтому мы говорим в первую очередь, конечно, об этом, и рэперной точкой тут служит не ассирийский плен и ассирийский разгром израильского эфраимского северного царства, а вавилонское пленение южного царства. В 722 году, как мы уже говорили, был разгромлен Израиль, Саргон II разгромил столицу Самарию и увёл в плен израильского царя Осию, и, как говорится, 30 тысяч его поданных. Ну, это, естественно, давайте сразу всё делить на 10. Как это обычно принято при анализе столь пафосного нарратил, каким является религиозный официальный текст. Осирийский, кстати говоря, напали и на иудею, но и у иудеи откупилось, и просуществовало ещё некоторое время. В 701 году осирийский царь Синахирип осадил иудейского царя Хискию в Иерусалиме, но, получив выкуп, ушёл в свои пределы. Больше, чем навек ушёл. Почему осирийцы не обратили своё благосклонное внимание на иудейское царство? Да просто потому, что у них был мощный сосед, конкретно, Вавилон, и им было чем заняться. К середине 7 века Осирия достигла пика своего могущества, но к концу 7 века осирийский же военачальник Набо-Паласар, который объявил себя царём Вавилона в союзе с Медянами, разгромил осирийскую державу и основал новую империю, Вавилонскую империю, не менее агрессивную и, наверное, даже более экспансионистски настроенную, чем осирийское царство. И вот Навуходоносор, сын Набо-Паласара, как это, чёрт возьми, здорово звучало на его подписи, Навуходоносор Набо-Паласарович, во, Навуходоносор Набо-Паласарович предпринял несколько завоевательных походов и положил конец самостоятельному существованию иудейского царства. Это произошло в 597 году, когда царь Иаким заключил союз с Египтом и, надеясь на его помощь, отказался платить дань Вавилону. Это была большая ошибка. После трёхмесячной осады Иерусалим пал, храм Яхве был разграблен и сожжён, а сын Иакима Иихония, собственно, сам Иаким погиб, умер, прошу прощения, во время осады, а вот Иихония попал в плен вместе с частью иерусалимского населения. В Иерусалиме временно посадили наместника, дядю Иихонии Седекию, которого, как думал Новохудоносор, он контролирует. Но, однако, Седекия быстро снова сговорился с египтянами, вступил в сепаратные переговоры, о чём Новохудоносор узнал, война возобновилась и в 586 году Иерусалим был взят ещё раз. И на этот раз город был не просто разграблен, а сожжён и был уничтожен храм. То есть, первый храм Соломона. И уже не часть населения была угнана в рабство, а буквально все, до кого смогли дотянуться, как нам об этом повествует Библия. Естественно, часть сельского населения осталась на месте. Об этом мы узнаём из библейской книги пророка Иеремии. Иеремия писал судя по всему тогда, когда угроза Вавилонского вторжения была не просто перспективной, но и неизбежной. Поэтому вот такое мрачное пророчество Иеремии вполне не сбылось. Ну, а основную причину конечно же традиционно Иеремия указывает в качестве постоянного и систематического нарушения завета с Яхвы. Судя по всему, Иеремия жил именно во время разрушения храма. Как раз вот этот замечательный период 597-586 годов. Однако конечно в книге Иеремии существует масса позднейших вставок. Последние три главы скорее всего принадлежат даже не скорее всего, а без сомнения можно сказать принадлежат другому автору. Возникают сомнения лишь в некоторых местах книги в самом деле ли это перо Иеремии. Рядом с книгой Иеремии в Библии мы знаем находится плач Иеремии. Это траурные поэмы, которые сложены по случаю разрушения храма и прочих бедствий, которые обрушились на Иудейское царство. Автор этого произведения неизвестен, скорее всего это не Иеремия, и видим, это было написано несколько позже начала Вавилонского пленения, то есть в 580-е годы до н.э. Естественно, в пленных угнали не просто так. Во-первых, как я сказал, сельское население скорее всего в основной своей массе осталось дома, в своих этих самых утлых шатрах бедуинов, в которых они проживали, а те, которые были угнаны в плен, конечно же, сохранили свое расслоение, потому что кого нужно было приставить к работам? Естественно, ремесленников, которые должны были трудиться на усилении и восстановлении народного хозяйства Вавилона, естественно, часть христианства, которое угнали в плен, которое должно было заниматься собственно сельскох с работами, естественно, часть рабов, которые также должны были трудиться уж там, куда их пошлют. И над всем этим вполне понятно должна была стоять некая администрация, которая могла нормально общаться с данным контингентом, то есть, которая хорошо знала язык, хорошо знала обычаи, хорошо знала религию, то есть, знать осталось на местах бригадиров, как бы мы сказали, а за всем этим присматривали жрецы, которые должны были сообщать пленному еврейскому населению, что всякая власть от Бога. Ну, собственно говоря, занялись тем, чем, в общем, очень часто в истории человечества занимается церковная организация, а именно оправдывать завоевателей, потому что кто же будет ссориться завоевателями. Что интересно, Библия говорит о том, что царь Новохудоносор был настоящий зверь. Более того, в еврейской традиции называть Вавилон блудницей, то есть, проституткой, то есть, шалюхой, было совершенно нормальным явлением, вплоть до образования Нового Завета, текстов Нового Завета. Поэтому, когда мы говорим о Вавилонской блуднице, это именно Вавилон, это его метафора. Или же какой-то другой город или страну, который автор того или иного текста хотел обидеть, сравнивая таким образом с самым мерзким, что может быть, а именно с Вавилоном. Однако, Новохудоносор и его приближённые, да и сам Вавилон, несмотря, конечно, на всю свою жестокость с наших позиций, с нашей точки зрения, был гораздо мягче самих евреев. И культура Вавилонского царства, о чём мы совершенно точно знаем из археологии, была невероятно развита и гораздо более развита, чем культура Израиля. Именно там израильтяне, представители племён Иуды, столкнулись с этой самой высокой рафинированной культурой, с высокой рафинированной философией, которую они восприняли сами. И именно Вавилонский плен послужил настоящим триггером к созданию корпуса библейских текстов, которые мы знаем теперь. В самом деле сложно представить себе, что испытывал иудейский ремесленник, который перебрался из Израиля, который, в общем, прямо скажем, по сравнению с Вавилоном был деревенькой, хотя, конечно, уже не такой деревенькой, какой он был в начале так называемого единого израильского царства в 12 гектарах, конечно, уже гораздо больше, гораздо более развитое поселение, но, тем не менее, по сравнению с Вавилоном это было примерно как Бердичев по сравнению с Нью-Йорком. Очень сложно нам представить, что испытывал этот самый рядовой израильтянин, оказавшись в Вавилоне. С его позолоченными стенами, какой-то совершенно феерической живописью, огромным распространением грамотности, раянием людей, богатейших одежд. Это чудовищный уровень впечатлений, который современный человек, современной цивилизации, наверное, испытать уже не может, потому что у нас очень большой поток информации проходит ежесекундно. Если мы никогда не были в Нью-Йорке, мы видели его фотографии, телевизионные изображения и так далее, оказавшись там, нам, конечно, будет просто интересно. Мы такого еще своими глазами не видели. Возможно, будет восторг или наоборот, какое-то неприятие сильное. Но уровень эмоций, который испытал человек того времени, при виде такой разницы в быту, архитектуре, культуре, потребовал, конечно, всплеска новой рефлексии, совершенно новой рефлексии, рефлексии другого уровня. Конечно же, интеллектуалы еврейские, которые оказались в плену, то есть, в основном, жречество, тоже столкнулись с чем-то совершенно небывалым для себя, потому что они получили возможность прочитать абсолютно новый корпус сведений, которых они никогда не знали, или, по крайней мере, не знали во всем объеме системно. Именно Вавилонский плен стал трикером в формировании библейских текстов. Собственно, о том, как это происходило в самом плену и как это происходило после плена, мы поговорим в следующий раз. На сегодня все. Всем пока.